всем привет друзья это очередной длинный полноценный эксперимент связи с этим экспериментом мы будем проверять можно ли накачать грудь если отжиматься каждый день на протяжении какого-то времени в моем случае это будет целый месяц я буду отжиматься каждый день по 100 качественных отжиманий то есть это будет не половинчатая дрочива а реально полное амплитудные хорошие отжимания и посмотрим будет ли от этого прогресс либо наоборот регресс мне самому очень интересно сейчас я конечно же проведу замеры это плечевой пояс потому что естественно плечи качаются при отжиманиях также мы посмотрим какой у меня объем груди и в конце этого эксперимента тоже проверим это ну и конечно же замерим руки потому что когда отжимаешься качается и бицепс и трицепс да да бицепс тоже задействуется в отжиманиях поэтому объем руки мы тоже узнаем ну и давайте конечно же посмотрим на мою форму сейчас, потому что нам нужно понимать, с чем мы имеем дело, чтобы в конце можно было определить, увеличились ли объемы груди, там улучшилось качество и так далее. И самое важное, друзья, я не буду обжираться всяким говном, я буду питаться очень качественно, чтобы моя мышечная масса стала через месяц прям, чтобы увеличить объемы верха, а также просушиться и чтобы мышцы выглядели просто офигенно. Посмотрим, смогу ли я это сделать только с помощью отжиманий. Только дни отжимания 30 дней. Ну а сейчас давайте проверим, какой мой максимум отжиманий, потому что в конце мы тоже это замерим. И посмотрим, спрогрессировал ли я в отжиманиях, либо наоборот срегрессировал. Да, не смотрите на технику отжиманий, я знаю, что она полная говнища, потому что я не отжимался пару лет от пола. Мне кажется, я в зале жим делаю чаще, чем отжимаюсь от пола, это 100%. Короче, ладно, не хочу, чтобы вы на это дерьмо смотрели, я сделал 50 отжиманий, довольно-таки качественные. Ну, качественных в плане, что это не дрочиво было, а такие нормальные, спокойные, размеренные отжимания. Да, я знаю, хреновый результат, но что поделать, я давно не отжимался. Дело в том, что когда ты привыкаешь к жиму, да, тебе наоборот нужно поясницу вот выгнуть, так сказать, войти в мостик. И ты тупо привыкаешь к такой позиции, когда ты начинаешь отжиматься от пола, то твое тело, ну, элементарно само начинает прогибать поясницу вот в этот мостик. Это ничего страшного, через пару дней техника исправится. Просто надо ее немножко подкорректировать, чтобы тело привыкло. Начиная подобные затяжные челленджи, нужно понимать, что вы хотите получить от этих тренировок. Набрать массу? Конечно, это возможно, но не для атлетов высокого уровня, а скорее для новичков, для которых такие нагрузки будут в новинку, и их организм будет получать стресс и откликаться на данные тренировки. Похудеть? Да, это возможно и для новичков, и для продвинутого уровня. Потому что ежедневные тренировки помогут разогнать метаболизм, а также сжечь жир при наличии белковой диеты. И если ваша цель похудеть, привести свое тело в порядок, то для пущего эффекта, чтобы результаты были лучше, я бы посоветовал запастись жиросжигающим спортпитом. Я нашел отличную добавку от компании Force Factor, которая поможет избавиться от лишнего жира гораздо быстрее, чем если вы будете это делать без нее. Продукт называется Lean Fire, и в упаковке находится 30 капсул, которые нужно принимать 2 раза в день до еды за 30-60 минут. Этот спортпит полезен тем, что дает энергию, она очень пригодится в ежедневных тренировках. Ускоряет метаболизм, это очень важно при похудении, ну а также помогает быстро избавиться от лишнего веса, стать стройным за короткое время. В основном препарат состоит из растительных экстрактов с добавлением необходимых для человека витаминов. Также я, как и обычно, заказал черную маку. Корень мака очень полезен для мужского здоровья, так как повышает либидо, сексуальное влечение, а также стоять у вас будет как вкопанный. Препарат отлично усваивается и состоит полностью из натуральных ингредиентов, а также не содержит никаких красителей, химии и подобные отравы. Также важно сказать, что он повышает иммунитет, потому что в наше время без крепкого иммунитета далеко не пойдешь. Я уже четвертый раз заказываю корень мака, мне очень нравится его эффективность. Спортпит от Force Factor вы можете заказать на сайте iHerb. Большой выбор полезных для спортсменов добавок, усиливающих результат от ваших тренировок. Друзья, для того, чтобы найти продукцию Force Factor на сайте iHerb, просто напишите в поисковой строке Force Factor, как это сделал я. И вот здесь вы увидите товары с этикеткой Force Factor. Вот как раз наш жиросжигающий Lean Fire. Здесь есть подробные описания и так далее. Можете все почитать, узнать, для вас подходит или нет. Вот здесь также Black Mac. Тоже все подробно расписано. Даже смотрите, есть средства от простатита. Если у вас вдруг появились проблемы с простатой, то как бы вот заходите. Простатит это дело серьезное. Вот также средства для стимуляции мозга, ну и многое-многое другое. Важно также отметить, что у них очень быстрая доставка, мне пришли эти товары в течение пяти дней. Ссылочку на сайт iHerb вы найдете в описании, естественно. Рекомендую. У многих, наверное, возникает вопрос, почему только 100 отжиманий? Дело в том, что тренировка какой-то одной группы мышц каждый день ни к чему хорошему не приводит. Как вы знаете, это грозит перетренированностью. И если вы новичок и делаете всего лишь, там не знаю, за подход 10 повторений, то 100 повторений для вас это просто очень много. Поэтому делайте в день хотя бы 20-30 отжиманий. Опять же, не в отказ, чтобы не перетренироваться. И только качественные, красивые отжимания с проработкой мышц пойдут вам на пользу. Если будете просто дрочево какое-то полуамплитудное делать, это вообще ни к чему. Приколите, я сделал вчера всего лишь 100 отжиманий, а сисечки болят просто песец на утро. Но, тем не менее, эксперимент есть эксперимент. Делаем сегодня тоже 100. Верным помощником для того, чтобы убедиться в качественных отжиманиях, будет, конечно же, зеркало. Очень часто, когда люди выполняют упражнения, они не смотрят в зеркало и делают его криво. Именно для этого во всех залах вокруг стоят зеркала, чтобы люди могли смотреть в зеркало и выполнять упражнения правильно. Вот и сейчас я тоже подкорректирую свою технику с помощью зеркала. Для того, чтобы отжимания были правильные, нам нужно подкрутить таз, во-первых, напрячь все тело, напрячь жопу, напрячь пресак и погнали. О, уже лучше. Отжимания от пола я не делал уже очень давно, может года два. Поэтому тело просто отвыкло от такой нагрузки и нужно подтянуть технику теперь. Я думаю, за этот эксперимент справимся. Ля, как сиськи на пампеле, 75 отжиманий сделал, уже такой памп лютый. Дело в том, что отжимания это базовое упражнение, заменяющее жим штанги лежа. В отжиманиях у вас задействуются абсолютно все мышцы тела, начиная от грудных, заканчивая икрами. Когда вы делаете отжимания, напрягается все тело. Поэтому это упражнение очень эффективно, особенно для новичков. Отжимания помогут развить ваши мышцы и подготовить их к более тяжелым нагрузкам. Допустим, тот же самый жим лежа. Ну, либо отжимания с дополнительным весом. Поэтому, если вы только начинаете заниматься, отжиманиями пренебрегать не стоит. Друзья, несмотря на то, что уже у меня закончился второй день эксперимента, уже ночь можно считать, появился еще один человек и с ним будет намного интереснее делать эксперимент, потому что у меня уже стаж тренировок там 14 лет и, скорее всего, у меня ничего не изменится. А у тебя сколько стаж тренировок? Ну, месяцев 8, думаю. Месяцев 8. И у него, короче, скорее всего, что-нибудь изменится. Сейчас будем делать замеры, естественно, и также он на максимум отожмется и тебе нужно будет сегодня добить какое-то определенное количество. Допустим, если он сделает 20 повторений в отжиманиях, да, на максимум хороших, то мы умножим это на 2 и ему по 40, допустим, нужно будет делать каждый день. Видно там будет. Замеряем плечи сначала. Плечевой пояс у него 108 получается. У меня столько... А, блин, не, погоди, у меня 117, что ли, было? А у тебя 108, я думал, у тебя больше будет. Так, теперь грудак. Так, грудак получается... Ну, расслабься. Вот, все. 92 сантиметра грудак. И теперь битка. Напрягай. Вот так прям напряги. Ага. Битка 30 сантиметров. Ну, а теперь, друзья, отжимания. Тебе нужно будет делать отжимания качественные. То есть не дрочево половинчатое, а качественное отжимание. Неважно, сделаешь 10, 15, но главное, качественное. Вот. И постоянно тебе на протяжении 30 дней нужно будет делать хорошее отжимание. Раз, два. Можешь побыстрее. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать четыре. Давай, добей еще один. Двадцать пять. Хорош. Короче, тебе нужно будет каждый день делать по 50 отжиманий. Вот таких же. Смогешь? Осилишь? Пропускать не будешь? Нет, честно. Огонь. Ребят, пишите, будет ли у него прогресс, либо нет. Я думаю, должен быть. Ты вообще сколько занимаешься? Сколько тебе лет? Ну, я занимаюсь месяцев восемь, лет мне семнадцать. Семнадцать. Рост и вес какой у тебя? Рост у меня где-то метр девяносто, и вес получается 72. Отжимаешься от пола часто вообще, нет? Вообще не отжимаюсь. Вообще не отжимаешься? Вообще. Я на турниках в основном. Показатель неплохой, слушай, 25. Нормально. Красавчик. Огонь. Какие основные мышцы задействуются в отжиманиях? Конечно же, это грудь. Конечно же, это плечи. Конечно же, это трицепс. И, конечно же, участвует бицепс. Ну и косвенно задействуются пресс, там, квадрицепсы, икры и так далее. Жопа, все задействуется. Именно поэтому стоит делать отжимания хотя бы раз в недельку. В нашем случае посмотрим, что будет через 30 дней. Мне самому лично очень интересно. Ну что, это третий день. Я так скажу, сиськи конкретно стали болеть. Особенно вот в этих местах, где крепления идут. Но, тем не менее, снова соточка отжиманий. Вперед! На третий день, как вы видите, техника стала лучшим. Мышцы стали адаптироваться к нагрузкам. И я уже без особого контроля в зеркало могу выполнять нормальные упражнения, просто контролируя своими мышцами. То есть нейромышечная связь. Делаю по 25 отжиманий, потому что сиськи просто невероятно болят. И плечи тоже. Очень сложно даже по 25 отжиманий делать. Друзья, как я и говорил, питаюсь я только качественной едой. Это, конечно же, мяско, это медленные углеводики, рис, макарончики, картошечка, также овощи и вот авокадо здесь очень полезная штука, насыщенные и полезные жиры. Поэтому питаемся, как я и сказал, очень хорошо, качественно, чтобы масса росла прям топчик. Пришли на тренировочку со славяном. Короче, сегодня опять, конечно же, 100 отжиманий. Ты хочешь, кстати, принять вызов 30 дней после отжиманий, нет? Да. Хочешь? Давай так, замутим. Все, договор. Посмотрим, что у него будет, что изменится. Погнали. Тихо. Уже слухновато идет, да? Это чувствуется, пошло закисло. А еще после 4 дней, когда ты вообще не восстанавливался, мне просто вообще писется. Субтитры сделал DimaTorzok У тебя ЦНС страдать не будет Можно перед рент поймать, если там Мне говорят, короче, делай по 300, по 500, блин, отжимания Я такой, да нет, вы тебя гоните Ну что, прошла почти неделя Ощущаю, что мышцы вообще не восстанавливаются Сейчас сделал 25 отжиманий Очень сложно идет По ощущениям восстановления вообще никакого нет Вот вопрос, да, как мышцы будут расти, если они не восстанавливаются Посмотрим, посмотрим И обратите внимание, насколько лучше стала техника выполнения упражнения По сравнению с первым разом, когда я просто замерял свой максимум Это просто земля и небо А все по причине того, что мышцы отвыкли от нагрузки, как я и говорил Я потренил пару дней Мышцы вошли в тонус И начало нормально все работать Теперь как струнка отжимаюсь с прямым телом Ну что, брат, 4 дня прошло Как у тебя ощущения? Рассказывай Руки капец забиты Все с каждым разом тяжелее и тяжелее делать Но через боль делаю У меня вот абсолютно такая же тема У тебя только руки, либо грудь? А не, у меня только руки У меня именно грудак болит вот в этих местах Тебе не больно здесь? Нет Странно Только бицухи болят Бицухи болят от отжиманий? Да Вот тут у меня болит все и вот так вот Нифига себе Ну сейчас отожмемся, посмотрим, что как У тебя как вообще отжимания идут? Нормально? То есть ты можешь еще увеличить или нет? Ну пока идут нормально, более-менее Ну на разиков 20 Ну ты 50 за сколько подходов делаешь? 10 раз по 5 я делал, потому что капец болел 5 подходов, да, делал? Но сейчас не можешь, да, там увеличивать до 60 Ну могу попробовать, попробовать в принципе могу Не-не, если тебе легко уже дается по 50 То ты можешь увеличивать, нет? Легко так не скажем Ну тогда, значит, делай по 50 лучше, чтобы перетренд не поймать Повыше, повыше, это некачественная нихрена Полностью руки выпрямляй Не знаю, давай заново, это не считалось Я не обратил в внимание, просто изначально как ты делаешь Он делает половинчатые Так не надо, надо на полную Надо качественные, а то расти нихрена не будет Во, погнал 2, 3, другое дело 4, 5, 6, 7 А так-то намного сложнее, да? Ну что, потому что я еще до этого делал Ну да, ну вот так надо делать, а не половинчатые 8, 9 Отдохни еще, 7, 10 Он еще говорит, руки у меня болят, а не грудак А делает поламплитуды отжимания Ну вот поэтому и ручки болят А если прожимать еще грудак в верхней фазе То вообще огонь будет Прошла неделя, друзья Че я могу сказать? Чувствую слабость в руках В мышцах То есть я такую слабость чувствовал Перед перетреном У меня пару раз перетрен был Я ощущал такую слабость Я очень надеюсь, что это не перетрен Потому что перетрен это очень зловещая штука Перетрен это когда ты просто лежишь И тебе хочется умереть Потому что тебе вообще делать ничего не хочется И ты не можешь вообще У тебя слабость Просто ты лежишь Вроде с тобой все нормально, да? Вроде ты просто умираешь Потому что, ну блин, просто лежать хочется У каждого человека по-разному Эти симптомы проявляются при перетрене Но они очень неприятные, поверьте И если он у меня будет Вы, конечно же, первыми об этом узнаете Мышцы не восстанавливаются Я не чувствую это, ребята Отжимания идут реально тяжко Даже первый подход, 25 повторей Не очень сложно делается Я на 100% уверен, что этот вид тренинга Это не то, как нужно качать мышцы Это не поможет абсолютно От таких тренировок ежедневных Будет только регресс, а не прогресс Ну и, соответственно, об этом мне организм и говорит Идиот, что ты делаешь? Нахрена? Мы не восстанавливаемся? Нафига ты постоянно нас долбишь и долбишь? Дай восстановиться, чувак! Вот многие мне говорили Че ты только по 100 отжиманий делаешь в день? Делай по 300, по 500 Нет! Я даже 100 еле-еле делаю Реально, ребята, очень сложно идет к обзда Итак, друзья, это 9-й день моего эксперимента И я все-таки его поймал Я ощущаю такую общую слабость Слабостью в мышцах Они как будто ватные, блин У меня кружится голова Хочется спать Несмотря на то, что сейчас день, а не утро И даже не вечер И самое интересное У меня трясутся руки Это я не специально делаю Это они просто сами трясутся, блин Поймал перетрен Но в прошлый раз, когда я поймал перетрен У меня была еще тахикардия, аритмия Короче, все вместе Была вообще адская херня И я уверен, если я продолжу этот эксперимент То у меня то же самое будет и сейчас Поэтому у меня сейчас такие начальные признаки перетренированности Организм говорит, хватит Прекращай это говно Ни к чему хорошему это не приведет И вы спросите, почему так? Многие же отжимаются каждый день Там годами, месяцами, блин И у них все нормально А у тебя перетрен на 9-й день Всего лишь от каких-то долбаных 100 отжиманий Я думаю, дело в том заключается, что я уже 14 лет занимаюсь И я занимаюсь исправно То есть я не тренируюсь каждый день Я постоянно даю мышцам восстанавливаться Я тренируюсь там 3 раза в неделю, да, на разные группы мышц Никогда в жизни такого не было Не, ну было, конечно, пресс Я качал каждый день Но чтобы какую-то большую группу мышц Много суставного упражнения, блин Такого не было, чтобы я долбил каждый день Мне кажется, мой организм просто привык к правильному тренингу К правильному распорядку и расписанию тренировок К правильным нагрузкам А не к вот этому ежедневному дрочеву Я уже изначально знал, что ни к чему хорошему это не приведет Никакого прогресса не будет Особенно у человека, который занимается 14 лет, блин Это просто ненужная дрочка И организм мне об этом говорит И я уверен, что в моих параметрах ничего вообще не изменилось А скорее всего только ухудшилось И сейчас мы это узнаем Плечевой пояс у меня был 117 сантиметров Давайте посмотрим, сколько сейчас Чтобы вы понимали, плечевой пояс стал 116 сантиметров 116, мать его Грудак, если я не ошибаюсь, был 105 с половиной Да ну нахер! 101 с половиной стало, ребята! И да, это я не набираю воздух в легке Даже если я наберу, 105 с половиной не будет 104! Это я воздух набрал сейчас Капста! Пиздец, у меня объемы уменьшились, нахрен! Если у меня сейчас руки уменьшатся, я просто охренею Было 39, да, с половиной, если я не ошибаюсь? Да ну срань! 38 с половиной стало, ребята! 38, мать его, с половиной! Не верите, я могу померить даже в другом месте? Типа я всегда по широкой точке самой меряю Сейчас попробую немножко в другом месте замерить То же самое 38 с половиной Кабсда! Это просто пиздец! У меня параметры уменьшились за 9 дней, нахрен! То есть я получил не прогресс, а регресс! Просто пиздец! Я такого результата, нахрен, не ожидал! И я вообще не гоню, то есть никаких подтасовок нет Я и начальные параметры при вас замерял И конечные, вы сами все видите На пару сантиметров просто отлетели все параметры Всех! Не один какой-то Если бы один, это была бы, может, ошибка, да? Но тут все три параметра отлетели Плечи, грудак и руки Мне теперь очень интересно, что будет у нашего новичка Если тоже регресс, ну все очевидно, это полное говнище Но может быть такое, что у новичка, который никогда не делал отжимания Который, в принципе, не занимается Ну, у него, как бы, могут начать мышцы расти из-за стресса Вот это очень интересно Но я вообще не ожидал, что у меня будет такой результат У меня все параметры пошли вниз, блин Я хочу сказать одно Сейчас вы скажете, блин, ты, наверное, похудел просто? Ни хрена, у меня вес такой же остался 67,5 Типа я так же хорошо питался, кушал углеводы, кушал белки Да, просто я не ел всякую дрянь и все Я ее, в принципе, в большинстве случаев стараюсь вообще не есть Потому что у меня с желудком траблы Но, в принципе, у меня вес не прибавился и не убавился Он какой был, такой и остался А параметры просто слетели к хренам собачьим Вот это да Я в шоке, реально Друзья, еду сейчас к новичку узнать, есть ли вообще ему смысл продолжать эксперимент Сделать замеры Если у него так же замеры уменьшатся, как и у меня То я смысла продолжать ему не вижу Если так же будет на том же уровне, либо увеличится, то он будет продолжать Сейчас посмотрим Здорово Здорово Хочешь прикол? У меня на 4 сантиметра грудок уменьшился На 4 сантиметра Это просто жопа Может, в подъезд пойдем? Тебя замерим? Ты тут охренеешь от холода У него все в обратную сторону пошло Давай мы не будем говорить, сколько у тебя И второй выпуск про тебя будет Потому что у него все пошло в обратную сторону У меня регресс пошел, а у него прогресс прям лютый 92, да? У него, короче, жестко увеличились плечи У него жестко увеличилась бицуха Ну, грудок уменьшился И почему-то грудок уменьшился немного Ну, типа Пока что непонятно Ну, ты будешь продолжать в любом случае То есть, ты, я думаю, месяц сделаешь И тогда уже посмотрим И второй выпуск уже будет про него И еще, кстати, из этого Из Кипра Владимир из Кипра будет И его отжимания будут Я уверен, что у него прям результат будет Потому что в плечах и в битке у него прям очень хорошо Я не буду говорить, сколько Но нормально Ну, вот ему точно стоит продолжать В отличие от меня Потому что у меня все показатели в минуса ушли А у него, видите, в двух мышечных группах есть прогресс А в одной нету Но есть вероятность, что он отжимается Видели, в какой технике, да? То есть, он не на грудь отжимается А на плечи и на руки У тебя только руки, либо грудь? А не, у меня только руки У меня именно грудак болит вот в этих местах Тебе не больно здесь? Нет Странно Только бицухи болят Бицухи болят от отжиманий? Вот тут у меня болит все И вот так вот Нифига себе Возможно, у него из-за этого растут как раз и плечи, и трицепс А грудак нет Ну, а это одна из теорий Посмотрим, что будет через 30 дней Ну, и я улетаю на Кипр 3-го числа, 3-го октября Поэтому с Кипра еще будет видосик ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА